Уже больше года на стенах своих домов одесситы встречают рекламу наркотиков. Фен, соли, бошки предлагают купить посредством мессенджера Телеграм. Мы проведем свой эксперимент и узнаем, насколько легко купить наркотики. А также выясним, почему полиция до сих пор не прикрыла все эти каналы. Чтобы не вызвать подозрения у наркодилеров, мы нашли человека, который согласился помочь в нашем эксперименте. Его суть состоит в следующем. Через Телеграм-каналы пробиваем несколько адресов. Из пяти нам ответило трое. Прислали прайс-лист, реквизиты для оплаты и пообещали доставить товар как можно скорее. А заодно сообщили, что на работу требуются курьеры-закладчики. Мы от перспектив такого карьерного роста отказались и заказали у наиболее оперативного поставщика. Связавшись с дилером, мы выбрали самый дешевый наркотик. Полграмма амфетамина стоило 250 гривен. Оплатив это все через специальный терминал по системе EasyPay, сейчас мы ожидаем адресов закладок. Оказалось, что заплатить можно не везде, только в терминалах известной сети продажи электроники. Но после получения денег нас решили по-одесски развести. Дилер сообщает, что полграммовых закладок нет, надо доплатить 150 гривен для уже полноценного грамма амфетамина. От этого отказываемся и ждем час, пока нам сообщат адрес нужной закладки. Затем получаем целый фотоколлаж с адресом и точным указанием места спрятанного. Как оказалось, наркотики подбросили возле одного из дворов и закопали на глубине 5 сантиметров. С этой закладкой и разрешением от редактора мы сейчас едем в киевский райотдел полиции, где уже нас ожидает обнон, чтобы принять нашу находку. Закладки возле жилых домов – это норма. Чаще всего наркотики подбрасывают в полисадники, под подоконники, прячут между бородюрами, туда, где вы этого не ожидаете. А затем рассылают адреса оплатившим товар клиентам. Вот мы в ходе нашего эксперимента приобрели и нашли вот такую, по убеждению дилера, это метамфетамин полграмма. Что нам с этим делать после того, как мы это получили? Мы сейчас оформим добровольную выдачу, вы нам все выдадите, поедем на место, вы нам покажете, где это. В отделе по борьбе с наркотиками сейчас работает 50 человек. И эти полсотни сотрудников контролируют всю Одесскую область. Работники ведомства утверждают, у них есть свои осведомители, благодаря которым закладчиков отлавливают каждые два дня. Ими чаще всего оказываются приезжие. Если по статистике, какой идет оборот наркотиков, и какой процент из них вам удается изнимать? Ну, если, к примеру, взять 100%, то есть из 100%, процентов 80%, то есть документируется, изымается. Есть самые опасные районы в городе или районы в области, где больше всего идет оборот наркотиков? Нет, ну, в основном город больше всего, а так сказать, что конкретно какой-то район, то есть... Изъяв запрещенные вещества, правоохранители направляют их на экспертизу, которая может затянуться до месяца. Одесский департамент противодействия наркопреступности занимает срединную позицию в рейтинге раскрываемости по всей стране. А есть какой-то вариант борьбы вот именно с тем, что наркотики настолько легко доступны, что их можно приобрести в течение двух часов, как это сделали мы? Тоже не скажу. Сейчас в Обноне готовятся к разоблачению одной из крупных группировок. Хотя признаются, что в Одессе нет наркокартелей, а есть только разрозненные торгаши. Но даже их вычислить тяжело. Попадаются только закладчики. Им по статье 307 Уголовного кодекса грозит от 3 до 12 лет. В зависимости от готовности к сотрудничеству. А вот что делать с рекламой на стенах, не знают и сами борцы с наркотиками. Что делают с рекламой? С рекламой выезжают, задействуются городские власти и закрашиваются. Послушайте, мы проехали только что по трем районам Одессы. Реклама там уже месяцами висит. И те адреса, по которым можно привезти наркотики, они все актуальны до сих пор. То есть ее не закрашивают. Значит, будем опять направлять. Будем тогда сотрудникам говорить, чтобы не вызывать. И будем, расскажете нам. Мы это все запишем, где какие адреса. И будем устранять. Мы же свой гражданский долг выполнили. Привлекли внимание полиции к этой серьезной проблеме. Наши заявления приняли. Наркотики изъяли. И пообещали сообщить о дальнейшем разбирательстве. Мы сдали закупленное вещество в полицию. На следующей неделе его ожидает экспертиза. В ходе следствия мы будем следить и сообщать об этом вам. Анастасия Левкович, Григорий Блайда, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин